Библейский портал экзегет.ру представляет 25 глава второй книги Хроник или Парлипоменон. Я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Ну вот продолжается рассказ о царях. Предыдущий царь, хороший царь у вас, что вообще-то исключение, в основном они не очень хорошие, погибает. И вместо него воцареется Амасия. Когда Амасия стал царем, ему было 25 лет. Он царствовал в Иерусалиме 29 лет. Мать его его отдан, родом из Иерусалима. Деяния Амасии были угодны Господу, но не был Амасия предан Господу всем сердцем. Мы видим еще раз, что, в общем-то, единственный критерий оценки – это, грубо говоря, степень приверженности Богу. И Амасия, да, скорее в плюс, но, конечно, далеко не так, как его отец. «Когда Амасия крепко взял власть в свои руки, он казнил тех вельмоз, что убили его отца, царя». Тоже интересное замечание. То есть, значит, это был какой-то дворцовый переворот, который не приводил его автоматически на трон. Я напомню, что Иоаз был мальчиком маленьким, когда он стал царем. Естественно, он не мог ничего сделать. А Иоаз был 25 лет, вполне взрослый. Значит, видимо, первое время его власть была как-то ограничена, или, в общем-то, они для себя эту власть забрали, но Иоаз все равно, Амасия, простите, все равно сумел их переиграть. Мы не знаем. Эти подробности не интересуют нашего автора. Какая разница, как там они боролись за власть. «Но их сыновей убить своего царя, их сыновей он не казнил. Ведь в законе книги Моисея написано, что Господь заповедал, отцов нельзя предавать смерти за вину сыновей, а сыновей за вину отцов. Человек может быть предан смерти лишь за то преступление, которое совершил он сам». Очень важный момент. Логика такая первобытная, примитивная. Она требует, чтобы казнили всех, потому что иначе сын вырастет, а тамстит за казнь отца. Надо убить всех, даже маленьких. А здесь он руководствуется законом, да. Вот практически пример того, как он был угоден Господу. «Амасия собрал всех жителей иудеев и распределил всех иудеев и вениамитян под начальство предводителей тысячных и сотенных отрядов в соответствии с делением народа». И мы видим, что еще наш повествователь очень внимательно относится к структуризации общества. Да, вот к тому, что были переписи, к тому, что расставляли по местам. «Были переписаны все в возрасте от 20 лет и старше. 300 тысяч пригодных к воинской службе мужчин, способных носить копье и щит. К тому же царь нанял в Израиле 100 тысяч могучих воинов за 100 талантов серебра». В Израиле, видимо, в Северное царство он отправил это золото, и они близкие. Да, это, в общем-то, один народ, но другое государство. «Пришел к нему человек Божий и сказал, «Царь, пусть не выступают с тобой в поход израильские войны. Господь не будет помогать израильтянам, сынам Ефрема. Если хочешь, иди и сражайся отважно. Но Бог повернет себя перед врагами, ведь погубители спасти во власти Бога». То есть, смотрите, была история с переписью Давида, которая была воспринята как большой грех. Здесь, пожалуй, не столько сама перепись, сколько желание получить в итоге большое войско. В частности, нанимая своих родственников и родичей из Северного царства. Но это царство, оно во многом языческое, поэтому не надо смешивать. Амасия ответил человеку Божьему, «А как же быть с той сотней талантов, что я заплатил израильскому войску? А это ведь много, это три с половиной тонны серебра, вот так на ветер выбросить». На это Божий человек сказал, «Господь может дать тебе гораздо больше». Тогда Амасия распустил воинов, пришедших к нему из племени Ефрема, и они в страшном гневе на Иудею разошлись по домам. В общем-то, на что им гневаться, если им заплатили, но не заставили служить за эту плату. Видимо, вторая часть их платы должна была прористекать из военной добычи. Слава и захваченное добро, там, скот, рабы. Вот этого их лишили. Амасия в воодушевлении повел свое войско к соляной долине, и там они перебили 10 тысяч сиирцев, то есть дометян. А еще 10 тысяч человек взяли живьем, отвезя их на вершину скалы, сбросили оттуда, и все они разбились. Так, что-то я не понимаю. Вот только что у нас было, что он отказался казнить сыновей своих врагов, убить своего отца. А тут он перебыл 10 тысяч дометян просто так, которые даже ничего плохого ему не сделали. Ну, дело в том, что так, видимо, понималось при Амасии священная война. То есть он идет на едометян не потому, что едометяне ему неприятны, или у них там много всего, и надо это отобрать, а потому что они язычники. И он жесток, он неразумно жесток, но он последовательно верен своему богу. Как он понимает эту верность? Но не так хорошо, как его отец и у вас. Тем временем наемники, которых Амасия отослал обратно и не взял с собой на войну, стали нападать на иудейские города, от Самарии до Бетхарона. Там они перебили 3 тысячи человек и награбили много добра. Ну вот, взяли то, что надеялись получить на войне, только теперь уже от народа самого Амасии. Вернувшись после разгрома едометян, Амасия принес с собой сирских башков, языческих башков. Он сделал их своими богами и стал им поклоняться и воскурять. Логика. Если он такой последовательный монотеист, что он даже убивает 10 тысяч язычников, то с чего это он вдруг начинает поклоняться этим дурацким башкам? А вот часть трофеев, да, вот так многие древние народы понимали, римляне, например, выступая на войну, призывали богов народа, с которым они шли воевать на свою сторону. Амасия решил, ну отлично, пусть еще и эти самые сирские боги мне помогут. Господь разгневался на Амасию и послал к нему пророка, который сказал ему, зачем ты поклоняешься богам чужих народов? Эти боги не смогли спасти свои народы, когда ты напал на них. Он еще не кончил говорить, как царь ответил ему, что тебя назначили царским советником, а ну замолчи, иначе будешь казнен. Но прежде чем умолкнуть, пророк сказал, я знаю, Господь решил погубить тебя, раз ты творишь такие дела и не желаешь выслушать мой совет. Вот двойное, да, такое отступление, с одной стороны, в действие, а с другой стороны, в отказе выслушать обличение от пророка. Ну, а тот уже вошел вражь, тот уже победитель, тот уже воитель. Амасия, царь Иудея, приняла решение отправить посланцев к Иоасу, сына Иохаза, сына Иегу, царю Израиля. Северное царство, он в Южном и Иудейском. И северное вспоминается только, когда есть какой-то повод, что-то в Южном происходит, связанное с северным. И велел передать ему, выходи на бой, сойдемся лицом к лицу. Иоас, царь Израиля, велел ответить Амасии, царю Иудеи. Как ты, раз ливанский чертополох отправил посланцев к ливанскому кедру, то есть самое презренное растение к самому знаменитому? Вы давай, говорит свою дочь замуж за моего сына. Шел мимо зверь ливанский и растоптал этот чертополох. Ты думаешь, что разгромил и дом, и это вскружило тебе голову? Гордиться, гордись, да только сидя дома. Зачем накликаешь на себя беду? И сам пойдешь, и вместе с тобой, Иудея. Но не послушал его Амасия, ведь Бог решил отдать его людей в руки врагов за то, чтобы почитали и домских башков. Смотрите, даже северный царь Израиля, который, казалось бы, гораздо более язычник, чем Амасия, выступает в качестве носителя некой правды. Иоас, царь Израиля, выступил в поход. И сошлись они с Амасией лицом к лицу в Бетшемеша, что вы иудеи. Иудеи были разбиты израильтянами и разбежались по домам. А сам Амасия, царь иудеи, сын Иоаса, сына Ахазии, попал при Бетшемеша в плен к Иоасу, царю Израиля. Иоас привел Амасию к Иерусалиму, и там, сделав стене пролом длиной в четыреста локтей от Ефремовых ворот до угловых, вошел в город. Он забрал все золото и серебро, все утварь, какая нашлась в Божьем храме. За нее отвечал Авэда дом. И сокровище, хранившееся в царском дворце, взял заложников и вернулся в Самарию. Самария с налисы северного царства, соответственно, Иерусалим взят, разграбленный отныне. В общем-то, это будет его перманентное состояние. То есть он уже не поднимется к тому великолепию, которое было тогда-то. И что? И ничего. Амасия, сын Иоаса, царь Иудея, пережил Иоаса, сына Ахаза, царя Израильского, на 15 лет. То есть еще 15 лет, как минимум, после этого разгрома. Прочее об Амасии от начала до конца описано в книге «Царей Иудея Израиля». С того времени, как Амасия отвернулся от Господа, против него в Иерусалиме начали составлять заговор. Амасия бежал в Лохич, но заговорчики послали за ним в Лохич своих людей и убили его. Вот его отец был убит в ходе дворцового переворота. Здесь то же самое. Но при этом династия никуда не уходит. Просто вот так меняют надоевших царей. Такой полуреволюционный порядок. Монархию не отменяют, династию не свергают. Ну, надоевшего царя, что с ним взялся? А убить что еще? И мы видим какое-то царство Давида и Соломона. Оно впадает в язычество и варварство постепенно. Одновременно то и другое. Одно другое подстегивает. «Тело уезли из Лохича на лошадях, и Амасия был похоронен вместе с предками в городе Иуды». То есть все-таки более или менее он каким-то образом был почтен как царь, хотя не в городе Давида. Что за город Иуды, не очень понятно. Наверное, Иерусалим. Но почему город Иуды? Город Давида? Или город Давида – это центральная часть, как бы Кремль, да? А город Иуда – это уже разросшийся Иерусалим, и, наверное, там, да, то есть какое-то новое кладбище. Но не сказано, что это менее почетное захоронение, чем у его предков. Династия продолжается, история продолжается в следующей 26-й главе. Династия продолжается в следующей 26-й главе.